Задача состоит в том, чтобы когда у нас поднялась вот эта Братина, вот эта вот, ну как бы подольская, у нас поднялись или наоборот опустились, как у вас здесь, опустились, два вот этих щита. Вячеслав Юрьевич Киселев, режиссер, кандидат педагогических наук, дважды лауреат Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» в области массовых форм театрального искусства. Член жюри фестиваля телекомпании «Подмосковье Братина» и просто хороший человек, который сегодня отмечает юбилей 55 лет. Вячеслав Киселев окончил Московский государственный институт культуры в 1983 году по специальности режиссура театрализованных массовых представлений. В этом же институте, на том же факультете, учился будущий генеральный директор фирмы «Тонус», ныне председатель собрания почетных граждан Сергеево-Посадского района Сергей Боков. После окончания молодые и перспективные режиссеры массовых представлений сразу же взялись за дело. Первый в России молодежный центр «Тонус» в Загорске появился во многом благодаря их творческой энергии, помноженной на два. Вот началась вот эта вся движуха. Она, конечно, была связана с комсомолом, прежде всего, потому что комсомольские истории, они самые главные, самые яркие. Мы никогда от этого не будем отказываться. Это вот это вот молодежное движение, то есть молодежный центр «Тонус». Конечно, они в Гагарина, вот они тогда были, я помню. Вот я тоже к ним туда приезжал. И потом начались вот эти городские праздники под управлением Сергея с этой большой командой. Ну, а в конце концов я тоже стал к этому подключаться. Было удивительно, ярко, весело, необычно для города, безусловно. Вот. Ну, считайте, это первопроходцы «Тонус». После было еще немало совместных проектов. Вячеслав Киселев внес большую лепту в возрождение массовых праздников в Сергиевом Посаде. Совместно с «Тонусом» он сделал их разножанровыми. Одна из фирменных карточек «Тонуса» – это создание художественно-исторических представлений в подлинных географических местах, там, где происходили какие-то реальные события. Вот, например, вот это Александрова Слобода, где Иван Грозный жил. Вот там мы сделали юбилей Кремля. И вообще, я должен сказать, что, на мой взгляд, может быть, это самое интересное вообще, что есть в зрелищных искусствах, потому что таким образом как-то мы пытаемся нашу историю, многообразную историю, повернуть к зрителю или зрителю, повернуть к лицам к этой истории, но сделать это не в назидательных каких-то формах, не лекционных там, а в зрелищных формах с помощью создания вот художественно-исторических представлений. Массовые шествия, ростовые куклы, реконструкция исторических событий и многие другие режиссерские приемы в то время были новым словом в организации массовых праздников. Один из принципов, которым мы придерживаемся, это то, что сначала как бы вот зритель смотрит это все, ну, даже вот здесь это видно, а потом он с помощью, ну, в общем, специальных каких-то приемов и режиссерских, театральных, как бы включается в действие. И, в общем, чувствует себя, ну, нам бы хотелось, чтобы он чувствовал себя вот полностью сопричастно к тому, что происходит. Вячеслав Киселев является режиссером первых крупных праздников и акций, прошедших в нашем городе. Среди них День города, 600-летие со дня представления Сергия Радонежского, мать-героиня за прекрасных мам, наши деды, славные победы, парни из нашего города, крест милосердия и многих других. Вместе с фирмой «Тонус» Вячеслав Киселев организовал далеко за пределами Сергия его посада акции областного, всероссийского и международного масштаба. Массовые представления организовывались в Нефтьюганске, Москве, Александрове, Кашире, Кемерово и других городах. Дружба «Тонуса» с Вячеславом Киселевым с годами только крепла. После учреждения «Тонусом» в фестивале телекомпании Московской области Братина Вячеслав Киселев занимался постановкой и режиссурой церемонии закрытия и открытия фестиваля. И многие годы являлся бессменным членом жюри фестиваля. Где-то, наверное, на третьей, примерно, Братине, я думаю, так, я приехал как гость и посмотрел церемонию. Понял, что возможно, возможно, здесь, может быть, я там пригожусь. Но когда я попал впервые на заседание жюри, а там, простите, это были Мукусев, это была Нинель Шахова, это были какие-то невероятные люди. Я вдруг понял, что режиссура телевидения и режиссура театрализованных представлений очень во многом схожи. Режиссер-педагог с многолетним стажем Вячеслав Киселев выпустил в жизнь около 200 выпускников режиссеров театрализованных представлений и шоу-программ. «В нашей профессии, в режиссуре массовых представлений, сейчас это еще называется ивент-режиссер, да, а также вот в телевизионной режиссуре, может быть, в кинорежиссуре, примерно человек 30 крутится из тех, кого вот я знаю. То есть это вот для меня, это примерно вот десятая часть моих ребят работает в профессии, то есть примерно 10 процентов. Много ли это или мало, это судить не мне. Я знаю, что с нашего курса, Сергей Евгеньевич, работает в профессии только два человека, он и я». Действительно, мы уже вместе 40 лет, такой возраст интересный. И, конечно, вспоминаются наши первые совместные усилия в творческом поиске. Это так получилось, был колхоз, когда мы поехали на картошку еще студентами. И там родилась классическая фраза, будь это для работы или для какой-то репетиции, наш один педагог все время в громкоговоритель объявлял «Слава, буди Сережу! Сережа, буди Славу!». И вот так мы с таким девизом идем по жизни вместе и много лет уже в горести и радости, каких только ни переделали мы мероприятий, праздников. И каждый раз пытаемся научиться постичь новизну какую-то, что-то придумать такое необычное для нашего зрителя. Потому что профессия массового праздника, она многожанровая. И надо уметь в эту драматургию вплетать и цирк, и пантомиму, и эстраду, и рок, и что только, и театр. Ну, в общем, все-все-все, но из всего этого надо извлечь главную суть, чтобы зритель понимал ради чего. То есть нашу сверхзадачу зритель должен принять к себе в сердце и радоваться или плакать вместе с организаторами таких вот действ. И, конечно, у нас не только со Славой совместные были проекты, у нас были совместно выпущенные студенты, наши воспитанники, которые, в общем-то, работают в профессии. И мы этому очень рады, как любой родитель видит, если что дети его даже где-то превосходят, мы только этому радуемся. Вот. А про Славу хочется сказать еще отдельно, что он не только прекрасный педагог, вот в нем просто, я еще был в армии, и вдруг в нем вот это все проснулось, и он с таким восторгом мне писал письма. Я ему тоже в ответ из Германии слал какие-то записочки, там, ну, сомнения, там, или терзания, или, наоборот, напутствие. Ну, по-дружески, по-мужски, там, по-товарищески. Вот. Но и то, что он состоялся как педагог, состоялся как творческий индивидуум, очень яркий режиссер в нашем действии, в нашей профессии массового праздника. Вот. И то, что мы еще с ним, еще и родителями стали, вот, да, наших вот выпускников, наших студентов. Я думаю, что многие в городе помнят наши совместные эти постановки, как, по сути, действительно возрождался массовый праздник с театрализацией, с эстрадой, с яркими образами, зримыми образами, с реконструкцией исторических событий. Это все, конечно, было необычно для того сложного, на самом деле, времени, но это были уже не простые массовые гуляния под гармошку и под водочку, а это уже были осознанные, оформленные, с какими-то интересными сценографиями. Особой гордостью для Вячеслава Киселева, как для педагога, конечно, являются его студенты, которые в настоящее время работают на самых крупных площадках страны. Один из таких проектов – фестиваль «Спаская башня», который проходит на главной площади столицы. Я хочу сказать только, Слав, что это большое счастье, что мы нашли друг друга, что мы до сих пор вместе, что мы являемся и коллегами, и верными друзьями. Я тебе желаю в этот замечательный день счастья, конечно же, такого творческого счастья и долголетия. Мы будем делать дальше праздники всем на радость, а кому-то на зло. Пускай будут все видеть, что жизнь продолжается. Удачи тебе! С днем рождения! Ни один прогноз погоды нам не может помешать. О хорошем! О хорошем думать, о хорошем говорить. И любить не зумно, и любимый быть. О хорошем!